Русские перцы Главное утреннее шоу страны Русские перцы На русском радио Русские перцы Русские перцы Лопаньки, привет дорогие, привет любимые, здорово вкусненькие вы наши Давайте скорее просыпайтесь к нам, присоединяйтесь Это главное на главном Здесь русские перцы находятся Здесь вот он, вот он Дима Морозов Вот рядом со мной Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут Здорово страна! Доброе утро! Ну и мы конечно по пятницам не одни Мы здесь сидим в 10 часов, а с легендарными гостями И сегодня одна из таких гостей Ну вот она здесь, заслуженная, народная, любимая На самом деле такого вот Масштаба Масштаба не было давно, мне столько людей написало У нас просто весь офис на ушах стоит Но не томи, не томи Мы конечно прошли сайт, у нас в гостях певица Максим! Доброе утро, дорогие друзья! Как всегда рады быть у вас в гостях Весело, тепло и задорно Стоит отметить, что Маринска сегодня вся в белом Она ангел, естественно Вот у нас вот так вот идет Значит ангел, я и остальные разноцветные, как говорится Ну, выглядишь прекрасно Стоит вот это вот 254 амплимента тебе отписывать сейчас, да? Конечно стоит Да, значит смотри, она нереальная, охренефигительная, потрясающая, восхитительная Спасибо, что пришла А на этом, в общем-то, можно заканчивать и пить чай Нет или вопросы есть какие-то у нас? Очень много Мне кажется, и прописано прям было Это, знаешь, для всех гостей Оп-оп-оп-оп Нет, кстати, можешь проверить сценарий У него этого нет У меня нет Это все наизусть Скажи, Максим, что ты ее любишь Не надо на всю страну Ну что вы прямо Ну что вы Давайте начнем с официального первого сингла Максим Послушаем ее в эфире Самый-самый первый вообще? Это который под гитару, когда-то давно, в 1650 А ты сейчас узнаешь, что это был за первый сингл А всех я призываю зайти на наш сайт russradio.ru или в группу ВКонтакте Потому что там сейчас видеотрансляция И вы увидите, что происходит в этой студии Любимая Максим прямо здесь Дорогие друзья, ну сейчас я вспомнил, что у меня не 43 Это была зарядка Хотя бы 34, это была зарядка, очень хорошо Зарядка для страны От Максима здесь потанцевали, ребят Было хорошо Я не знал, кстати, Морозов, что ты вот такие движения делаешь Понимаешь? Только когда Маринка, да, вам приходит Молодец, молодец Молодец Ну вообще, ты пристанешь же скоро в новом амплуа Как он? Ты же теперь наставник Я могу Я каждую минуту могу в разных амплуа Здесь даже, даже я не знаю, сама боюсь Наставница Наставница Так, значит Это шоу «Голос дети» Я тебя поздравляю, мне кажется, это очень классно и очень интересно 250 миллионов детей боролись Это очень хороший опыт, потому что я давно работаю с детьми Помимо того, что расчет своих деток У меня еще и школа искусств Максима В общем, у нас там очень много детей, очень разный контингент И с таким небольшим, но все-таки уже опытом я пришла на этот проект и очень внимательно слушаю От меня там все ожидали слез Каких-то супер эмоций Но я уже настолько, ну не впервые, так скажем, сталкиваюсь вот с конкурсами, с детскими и так далее Что, ну конечно, конечно, я впечатлительная, с другой стороны Наверное, ёкает Да, ёкает, когда отказываешь Ну конечно, да Ну а тяжело отказывать вообще? Тяжело Очень тяжело И как ты реагируешь на это самое «Я хочу к Максиму» Ты говоришь, знаешь, нет И не остановить просто, понимаешь, это вот сирена моя любимая Ну там другая немножечко история Там если уж ты поворачиваешься, значит ты готов принять к себе ребенка Вот И там потом уже больше идет, знаешь, такая дружественная борьба Между Кому пойдет кто Да, между наставниками, кому достанется ты или иной талантливый ребенок А можешь секрет раскрыть? Вот кому бы ты повернулась сто процентов? Какой это должен быть ребенок? Ну похоже на тебя примерно Ого! Все, в следующий сезон надо участвовать Димочка, тебе четыре Хорошо Давай разучим песню сразу, да, которую Максим поразил Летту родилась Нет, 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 это не его, ты что, это девочка Она дала Раз ладошка, два ладошка Ты знаешь, меня поразила девочка одна Пусть она не во все ноты попадала Но, тем не менее Девочка, которая пела в шесть лет А я не хочу Не хочу по расчету А я хочу полюбить Я полюбить Я не смогла просто не повернуться Поэтому То есть она у тебя в команде? Да, теперь она у меня в команде Какие ноты? Тоннельное сдерживание, слава богу Но она такая артистичная Но это не всегда важно Класс! Да, мы за эфиром продолжаем обсуждать Мебельный вопрос русского радио здесь Просто у Маринки есть такая тема Она приходит и говорит Надо как-то об уюте сделать перестановку Понимаете? У вас пустой пятачок Пустой пятачок Что-то просится сюда, да? Что просится? Ну что-то просится сюда Не что-то, а кто-то Кто-то? Фрукты, не знаю что-то Цветы Какой-то банкет небольшой Мы ничего не ждем Я не понимаю Накрываем Нет, подождите Фрукты здесь долго не задержат Потому что здесь Антон Здесь вообще вся еда не задерживается Здесь я, тут ты прав, да Ну что ж Только если с папье-маше Продолжим Как говорится, задавать вопросы Не просто так же У нас сегодня тема Со слушателями мы обсуждали Самые загадочные мистические совпадения Из боя в матрице Вот мы хотим у тебя спросить Случалось ли с тобой Что-то такое загадочное Необъяснимое Или может быть Что-то такое Что можно назвать сбоем Замечала? Сбоем не назовешь Но что-то такое Со мной чудодиственное Происходит, наверное, каждый день Ну в той или иной степени Я вообще такой любитель Плыть по течению Но только у меня течение Очень бурное Я сама за ним пытаюсь Что запомнилось больше всего В последнее время Какой-нибудь А дежавюшечка какая-нибудь Еще что-то Или вещи с соном Да, дежавю у меня тоже случаются И так интересно, что Я так уже научилась С ним Свыклась, так сказать Что Я хотела немного повернуть Ход событий Однажды при разговоре Который я уже явно Где-то проживала Во сне или что-то И мне захотелось Изменить ход событий И быстро попрощаться И попробовать идти И не получилось И человек продолжил Те же самые фразы Которые я уже слышала Это случайно не мы были в этом сне Прямо здесь все Черт Когда пришла на подруг Говорит Где-то я видел эту студию Где-то я здесь была Понимаешь? Здесь я помню Где-то я была И каждый раз по-разному Кстати, друзья Вот сейчас я открою эту занавеску А за ней стоит хрустальный кувшин Что? Кувшин Хрустальный кувшин Ну это я просто не добежал Итак, дорогие друзья Секроментальная игрушечка Для звезд российского шоу-бизнеса Которая называется Секундочка А ты правила прекрасно знаешь Но раньше это была целая минута Минуту мы давали слушать композиции Угадывали, подпевали Узнавали, что исполнитель Поскольку ты у нас Человек, ассоциирующийся с музыкой Мы говорим музыка Подразумеваем Максим Говорим Максим Подразумеваем музыка То тебе достаточные секунды Какого-то сэмпла музыкального Чтобы угадать исполнителя Вот так вот Здорово Учитывая то, что я вообще музыку не люблю Я тебе хочу сказать, что я радио терпеть не могу Давайте мальчики против девочек Мальчики против девочек Пусть Полина будет в твоей группе поддержки Мы сейчас их сделаем Мы сейчас сделаем С учетом того, что у нее есть список композиции Итак, фрагмент Дима сам предложил, займите Будет пять фрагментов Первый из них звучит так Режиссер Песня «Режиссер» Вот, даже подсказывать не надо Кто поет? А группа «Градуси» 1-0, мальчишки. У меня такое ощущение, что либо что-то ей подсказало Полька, либо как бы нас немножко нажгли с тобой. Я музыку не слушаю, я не слушаю музыку, мне неинтересно. Режиссер, градусы. Хорошо, 1-0, девочки, не вопрос. Фрагмент номер 2. Это и станешь взрослым. Это офигенная песня, я так свою первую девушку уговорил. Аня Плетнева, наверное. Это был целый коллектив. Целый коллектив. Коллектив Анны Плетневой. Был, по крайней мере, фабрика была. Аня Плетнева была в этом коллективе, это была ее первая работа. А, Лицей, да? 2-0. У меня пропадает интересный край. Я даже не подсказываю, даже вот намека не было. Да? Да, представляете, что с вами будет дальше. В сухой вас сделаем. О ком ты думал опять? Успокойся, Дим. Я думаю, что ты прям... О нем, кто будет следующим. А. Итак, следующий фрагмент. А Дим Билан. А песня? Папа. Я знаю точно. Невозможное возможно. Я знаю точно. Невозможное возможно. Что ты радуешь, что здесь я не понимаю? Потому что выигрываем. А вам ей надо отключить микрофон. Диман, я говорю, интерес играть с Мариной пропадает с каждой пенсии. Оно само у меня вырывается. Я не виновата. Ну, ты же обнадежила. Я не слушаю музыку, мне ничего не нравится, я ничего не отгадаю, я проиграю, и подарок останется вам. Ну, ладно, я уж не такой паникер. Хорошо. Я вам сказала, что я не очень. Так, и так. Какой там счет? 3-0. Это, это, это. Меня это бесит. А, ну, знает, посидите, расслабьтесь, мальчишки. А я и не напряжал, давай, включай следующую. Следующий. Спасибо, брат, спасибо, от души сейчас было. Так, все, Полин, не подсказывай, а то слишком легко. Бананы, кокосы. Апельсиновый рай. Очень хорошая песня, но, видимо, не та. Хорошая песня, да. Но не та, да? Но не та. Ну, знаешь, в правильном направлении, ты думаешь, это все равно про лето, это про тепло. И даже девчонки те. Да. Да, девчонки те самые. Только песня чуть-чуть другая. Не бананы, кокосы, а туда, куда мы всегда все мечтаем отправиться. За... Вот твоя любимая группа «Неблеклые». Давай мальчишки ответят. Они знают ответ. Я такая ощущение, что мальчишки потом за все ответят, понимаешь? Так, ну, группу ты правильно назвала. Ну, группа «Неблеклые». Не «Неблеклые». Не называла, но... Группа «Блестящая». Да. Так она уже угадала, получается. Про цифру. По одному муа, но там просто везде, во всех песнях. Согласна. По-моему. Я тебе хочу сказать так, по одному муа очень мало, лучше минимум три. Му-му-му. За четыре... А, за четыре муа. За четыре евро, да, точно. За четыре солнца ты меня увез, ты обещал мне все на свете. Это хорошо, что мы еще не пригласили сюда, мой музыкальный коллектив, который вообще настолько далек от такой музыки, что они сейчас очень-очень возмущаются. Возмущаюсь. Ну ладно, следующий фрагмент. Отвратительный счет 4-0. Отличный счет. Да, и последний счет. Я уже чувствую, победа близко. А, Полин, я девушек не бью, но сегодня... Исключительный случай. Не расстраивайся. Да, вот это очень сложный фрагмент, мы долго думали, сможешь ли ты его угадать. Ну, раз это такой джекпот, давайте попробуем послушать. Вот так вот. Вот так вот? Да. Вот и все. Он автор тебя озвучил, джекпот. Да. Очень тяжело. Ну, это, наверное, «Ветром стать», «Максим», нет? Это Максим, но... С ней неинтересно играть, она угадывает. Почти. «Мой рай». Так. Очень близко. Ну, просто я все эти ржевки создавала, но не помню, в какой месте именно вот это мы вставляем. Хорошо, подсказываю. Я к тебе прихожу и говорю, Марин, слушай, ну вот не смогу приехать сегодня, отпусти меня. Ты говоришь, базара нет. А, отпускаю. Вот так. Небо улетает с желтыми листьями, наше страшное лето, с телефонными глупыми письмами. Ой, аж мурашки бегут всегда от этой песни. Ну да, по звукам-то я слышу, что это мое. Хорошая. А вот песнях уже сама забудилась. Марин, 5-0 мы сделали, мы победили. Они накрывают нам сегодня здесь фуршет, как было заявлено в начале, да? Конечно, Марин, как всегда, выигрывает ротацию на русском радио, блин, что это такое-то? Ладно, хорошо? Это специальная рубрика, в которой все звезды не могут ответить ни на один вопрос, поэтому специально пригласили сюда Максим в рубрику «Знаешь ли ты, Максим?» Да, мы уже выяснили, что она у нас эрудит, поэтому тебе как орешки просто эти вопросы достанутся. Кстати, да, я уверена, что ты ответишь на все верно. Лучше бы достались орешки, ну, со сгущенками. Нет, подождите, только сейчас не будем впадать прям в даты какие-то, имена, фамилии. Подожди, а мы как раз про даты и про фамилии. Давайте даты и фамилии, чтобы кто проиграл человек. Все, рубрика на этом закончена. Мы хотим в игровом формате узнать, насколько ты хорошо знаешь саму себя. О, тухлый номер. Я чувствую от Марины аромат моей победы сейчас. Давай, Марин, давай. Итак, первый вопрос. Начнем с простого. Знаешь ли ты, сколько у тебя просмотров на твоем канале в Ютьюбе? Нет, ну, примерно хотя бы. Не знаю. Вот цифру. А я даже не знаю, кому принадлежит этот канал, честно говоря. Ага, понятно. Ну, я тебе хочу сказать, если поделить... Мы посчитали, Антон 10 лет считал твои просмотры. Если поделить на монетизацию, как бы плохо, что канал принадлежит не Антону, который я сочетал. 394 миллиона 686 тысяч 107 просмотров. Уже 109. На фразе 109, а директор упал в обморок сейчас. Бабло ушло. Откачаем сейчас. Нормально, да. Не знаю, я упал здесь в обморок. Шикарный результат. Да. Пона выиграла, да. Почти 400 миллионов просмотров. Второй вопрос. Давай. Теперь выясним, знаешь ли ты, насколько ты благодарна? Сколько раз в песне «Спасибо» ты произносишь слово «Спасибо»? Не считала. Оно же такое прямо от души слово, оно не просчитано каким-то образом. А мы посчитали. Посчитали. Мы посчитали. Со всеми повторами припевов. Да. Да. У ребят есть цифра. Но я знаю. Попробуй назвать, вот попробуй, угадай. Ориентир просто, грубо говоря. Сколько, на твой взгляд, ты говоришь слово «Спасибо» в песне «Спасибо»? Погоди, она сейчас пропоет внутри «Спасибо» по-быстрому, да? Шесть. Шесть. Почти. Почти. Восемь раз. Шесть плюс два. Восемь раз. Но иногда бывает девятый. Ну вот видишь, я модуляцию не посчитала. Да. Один раз было девять. Вот это, потому что «Спасибо, сык, ты в кармус!» Это там тоже спасибо. То есть в живой версии больше получается вариантов. Да, да, да. Вопрос следующий, значит. Знаешь ли ты о своих успехах, да? Сколько у тебя статуэток с золотой граммофон? Мне уже задавали этот вопрос, и я решила посчитать. По-моему, по-моему, двенадцать. 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 Так. Скажем так, у тебя было тринадцать номинаций. Угу. Из них ты получила. Ну, все тринадцать должна была получить. Тут принцип не как в лоток. Ну, и как бы. Все-таки русская медиагруппа. Номинации тринадцать, статуэток девять. Хрен пойми, почему так вот было. Причем две за одну песню «Нежность». Представляешь? Это было двадцатилетие русского радио. Да, да. Мне вручили еще раз награду. Да. А, ну это же только то, что касается Москвы. А мы же еще в Петербург ездили, еще в Казахстан ездили. Там тоже давали золотые граммофоны. Поэтому сейчас не разберешься, кто кому. Ну, надо открыть секрет, что у Марины есть комната специально называется «Граммофонная». А вот, а ты туда входишь, а там, в общем-то, вот это вот. Из всех городов. И разных размеров. Следующий вопрос. Сколько раз твою песню «Знаешь ли ты» болельщики Спартака исполняли на стадионах? Со мной один раз. И этого вполне хватит, видимо, понимаешь? На самом деле, никто не знает этой цифры. Никто не может этого посчитать. Не сказал, а это было бы правильно. Конечно, никак. Да. Макадону исполняет эту песню с фанатами Спартака, а даже болельщики «Зенита» подпевают сквозь зубы, потому что песня хорошая. И еще один последний вопрос. Сколько городов ты посетишь во время своего тура «Я буду жить»? Ой, сейчас я подсказку. Подсказку студию. Подсказку студию. Сколько на руках пока? Не хватает рук? Двенадцать. Все. Более подробно об этом мы поговорим очень скоро. Это только за ближайший месяц. Боже мой, это же моя любимая песня группы «Иванушки Интернешнл» про «Корми с руков». Это же «Корми с руки». Обожаю, обожаю. Максим у нас здесь, дорогие друзья. И мы продолжаем задавать ей хорошие и бодрые вопросы. Ну, у нас главная сейчас, вообще главная тема сегодняшнего визита, Максим, это концерты. Концертный тур. Да, их предстоит большое количество. Неожиданно. А что неожиданно? Я тебе напомню, ты звезда, ты вернулась с глобальным шоу, естественно, что тут неожиданно. Знаешь, сколько комментариев у нас идет, прямая трансляция, там вот каждую секунду люди пишут, можешь, кстати, им передать привет, я думаю, они будут счастливы. Я с удовольствием передаю привет, я знаю, что многие беспокоятся из-за моего здоровья, из-за того, как я вынесу эти туры. Пока не так легко даются перелеты и так далее. Ну и живые выступления, слава богу, что меня поддерживают во всю публику, и я, в принципе, могу половину не петь. Ну, как вы с тобой договаривались. Приворачиваешь микрофон в зал и говоришь, спасибо, и они поют хотя бы куплю. Да, ну, самый основной концерт, вот мы начинаем тур, собственно, с него, это будет 4 ноября в Москве, так что приходите все. Это знаково, в День народного единства, единения всех поклонников Максима в столице. Ну, там, по слухам, уже билетов очень мало осталось. Слушай, у меня, короче, есть связи, я артистку знаю, можно разрулить. Далее куда поедем? Да, ведущие русского радио там будут. Ой, как здорово! Что, ну я искренне радуюсь. Я настоящий человек. Дальше куда поедем? В Питер, естественно, едем, да? Да, обязательно приедем в Питер 18 ноября, там, собственно, ну мы и везде постараемся максимально повторить, что возможно технически сделать, потому что музыканты поедут все, музыкантов у нас получается 17 человек на сцене. 17 музыкантов. То есть это, да, и струнный квартет, и духовой, помимо основного состава. Слушай, я хочу... Да, вот. Борисшова, Димка Оленин, да. Это единственный диджей русского радио, который хочет вписаться в коллектив Максима с треугольником с этим, понимаете? Выходить на каждую песню. А где же это было все это время? Я смотрел вот там. Трансляцию. Подглянул опять, что ли? Подглянул, да. Понятно. Я, знаешь, я там в Кемерово и остался. Помнишь, на нашей с тобой Кемерово? Много лет назад. О, пошли слухи! Помнишь, на нашей с тобой Кемерово? Ко мне иногда подходят люди, вот знаешь, после концерта мы собираемся и раздаем автограф, вот сколько есть, у нас времени столько. Мы этому посвящаем. И иногда подходят люди и говорят, ну ты же помнишь, как меня зовут с прошлого года? С прошлого года, да. Конечно, я помню. И Кемерово помню. И Кемерово. Я тебя напомню. Это к чему? Мальчик, тебя как зовут? Нормально меня зовут. Ну ты смотри, у него тоже есть бонус. Я на концерте у Максима орал и говорю, можно с тобой сфотографироваться? Никто меня не увидел. Что такое это? Сейчас мы эту ситуацию исправим. Я в эфире расскажу, что было в Кемерово, да. Вы прощайтесь. А, Дима, что было в Кемерово, остается в Кемерово. Все, точно. Варень, спасибо тебе, что пришла к русским перцам. Спасибо вам большое за компанию, за ваши улыбки, за зарядку и хорошего всем дня, хорошего настроения. Спасибо большое. Мы тебе желаем, чтобы концерты были удачными, но они так, естественно, будут аншлаговыми, чтобы вот эти вот 12, сейчас на данный момент городов они превратились в 24, в 36, дальше с математикой у меня было плохо. Вот и самое главное, крепчайшего тебе здоровья, да? Да, спасибо. Потому что, чтобы в начале каждого месяца ты приходила к нам в студию, вот, и как ты... С зарядкой, вот с такой же. Хрен с ней, с зарядкой, накрой поляну нормально. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Это «Русские перцы» были, я знаю, была Максим. Ленину отдаем микрофон, вас целуем. До понедельника. Пока. Русские перцы.